МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это неделя города. В студии Марина Романюк. Здравствуйте. Главная тема недели. 20 км ремонта. Компания РМПТС приступает к замене теплотрасс. А Харликин, Рязанский театр кукол, получил государственную награду. Зябкий май. Ожидание прихода лета пока не оправдывает себя. Накануне Дня Великой Победы в Академии ФСИН провели масштабную военно-историческую реконструкцию. Такую традицию здесь соблюдают с 2015-го. За это время зрители увидели подвиг Матросова. Далее были 28 панфиловцев. Эпизоды блокады Ленинграда, дневник Тани Савичевой и Ваня Солнцев из повести Валентина Катаева «Сын полка». В этом году коллектив Академии воссоздал эпизод жизни боксера Николая Федоровича Королева, участника Великой Отечественной войны. В истории Великой Отечественной войны есть герои, которые стали победителями не только на полях сражений, но и в мирной жизни. Именно таким был Николай Федорович Королев. В процессе выполнения одной из боевых задач отряд Николая Королева попал в окружение и вступил в бой с превосходящими силами немцев. В ходе завязавшейся перестрелки тяжело ранили командира разведгруппы. Королев с тяжело раненым офицером на плечах наткнулся на немцев. Он моментально оценил ситуацию и выждал удобный момент для применения своих боксерских навыков. Молниеносными могучими ударами спортсмен нокаутировал пятерых немецких солдат. А потом проворно выхватил автомату одного из поверженных гитлеровцев и расстрелял оставшихся фашистов. В итоге Королеву удалось вынести живым с поля боя раненого офицера. Он как минимум четырехкратный абсолютный чемпион СССР по боксу, также девятикратный чемпион СССР по боксу, заслуженный мастер спорта по боксу. Совершил подвиг, благодаря которому его наградили орденом Красного Знамени. Он спас своего командира Дмитрия Медведева. В Академии ВСИН в преддверии 9 мая всегда праздник. Помимо реконструкции здесь состоялся концерт, показательное выступление по силовому экстриму и рукопашному бою, смотр, строя и песни. На территории работала полевая кухня и выставка оружия и боевой техники. На улицах Рязани стартовал спецпроект «Георгиевская ленточка». Всем желающим сотрудники самых разных ведомств и волонтеры раздают один из символов Великой Победы – Георгиевскую ленточку. Наша съемочная группа сопровождала в этом сотрудников Росгвардии. Акция «Георгиевская ленточка» всегда проходит под девизом «Я помню, я горжусь» – память о воинах, погибших при защите Отечества. На площадях и улицах областного центра мы рязанцам вручаем георгиевские ленты, рассказываем, как правильно их носить, а также поздравляем с наступающим праздником – Днем Победы. В этом году мы вручаем георгиевские ленты и гражданам, обратившимся в подразделение лицензионно-разрешительной работы по вопросам госслуг в сфере разрешительной работы, оборота оружия, частной охраны, детективной деятельности. Впервые патриотическую акцию «Георгиевская ленточка» провели еще в 2005-м. Примечательно, что инициаторами выступили российские журналисты. После акцию уже проводили как молодежные организации, так и силовые ведомства. Они также напоминают, что размещать ленточку нужно на груди, в районе сердца. Можно также закрепить на плече или воротнике одежды. Главное – подколоть булавкой, чтобы лента не трепалась на ветру. Добрый день. Здравствуйте, я вас в рамках российской акции «Георгиевская ленточка». Поздравляю с 78-го гражданой победы наступающей. Спасибо. Взаимное здоровье, успехов. Спасибо, спасибо. Да, самое главное. Чтобы это больше не повторилось. Сотрудники Росгвардии напоминают, что «Георгиевская ленточка» – это не просто украшение. Прежде всего, это знак гордости и благодарности тем, кто защищал и защищает нашу страну. Именно она обрамляла орден Святого Георга, позднее – Советский орден славы. А сейчас лента – отличительный знак доблести российских солдат в зоне проведения СВО. Ознакомительную поездку для девятиклассников 75-й школы провели в школе номер 72. Представители руководства подробно рассказали об обучении и провели обзорную экскурсию по учреждению. Нас пригласили, чтобы вам рассказать про техническое направление и в том числе про внешкольную и внеурочную жизнь нашей школы. Мы конкретно представляем техническое направление, мы углубленно изучаем профиль физики и математики. Помимо этих предметов сюда же входит и информатика. И такой углубленный подход к каждому направлению. Об этом старшеклассники и рассказали ребятам, которые пришли в 72-ю школу на ознакомительную экскурсию. В нашей школе существует практика, что учащиеся выбирают профили. Эти профили в нашей школе на сегодняшний момент три. Гуманитарный, технологический и универсальный профиль. Девятиклассникам показали видеоролик о школе, учителях и внешкольных мероприятиях. Директор рассказала об особенностях профильного обучения. Например, что школа 72 сотрудничает с филиалом Московского университета имени Витте, РГУ имени Есенина, РГРТУ имени Уткина, а также взаимодействуют с IT-клубом и детским технопарком «Кванториум Дружба». Школьники, в свою очередь, рассказали про учебный процесс и внешкольную деятельность. Я считаю, что наша школа одним из самых дружелюбных и гостеприимных мест. К нам не раз приходили ученики из других школ. Мы их очень любим и относимся ко всем так же, как и к остальным. У нас очень хорошие учителя. Они никого не выделяют и всех очень хорошо обучают, вне зависимости от того, откуда пришел ученик. Еще хотелось бы отметить расписание, что у нас получится только первую смену, что в целом более комфортно, потому что у тебя вторая половина дня свободна, и ты можешь ее уделить каким-то своим личным занятиям. И также нагрузкам учителей, соответственно, когда они учатся, преподают, вернее, в одну смену тоже ниже, и, соответственно, продуктивность выше. Даже в наш класс пришло в этом году дети из других школ, и мы были их рады видеть. Как раз новые люди, всегда интереснее общаться с ними. Поэтому любой ребенок найдет себе место в любом классе нашей школы. Одна из особенностей 72-й школы – это IT-лаборатория. В 2020 году учреждение выиграло грант в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» на создание объединения дополнительного образования детей для углубленного изучения информатики. В настоящее время имеет следующие программы для обучения. 3D-моделирование, программирование роботов, амперика, начало электроники, программирование C++, кибернетика и работа с большими данными. Текстильная робототехника. Всем, кому пришлось переплатить за тепло в апреле, пересчитают платежи. Об этом заявили в РМПТС. Компания вступила в межотопительный сезон и теперь приступает к масштабному ремонту теплосетей. Где, когда будут менять трубы теплотрасс и где об этом узнавать? Наш следующий материал об этом. Отопительный сезон в Рязани окончательно завершен. Сегодня помимо жилфонда отключены и социальные объекты, школы, детские сады. Наступает время ремонта. В этом году сотрудники РМПТС к замене теплотрасс намерены подойти капитально. Сейчас уже приступили к техническому обслуживанию, к чистке водоподогревателей, чтобы следующий отопительный сезон произошел без аварий и люди получали свое тепло и горячую воду надлежащего качества. В этом году будет порядка 20 километров меняться по трассе. Это капремонт. И все центральные тепловые пункты и котельные будут текущий ремонт делаться. То есть это ежегодно делается по графику. Понятно, что в межотопительный сезон при таком масштабном ремонте без временных отключений воды не обойтись. Но это не для всех. В некоторых районах задействуют резервное оборудование. А еще, во-первых, срок этот не будет превышать двух недель. А во-вторых, о том, где и когда будут проводить ремонтные работы, жителей предупредят за месяц. На сайте РМПТС и городской администрации опубликуют графики. Что же касается даты завершения отопительного сезона, то всем, кто переплатил, платежки пересчитают, а кому-то уже пересчитали. По фактическим погодным условиям и прогнозным погодным условиям окончание отопительного сезона произошло 24 апреля. То есть 24 апреля считается последним днем отопительного сезона. В связи с этим те начисления, которые мы делали на полный апрель месяц, ну, тем потребителям, которые рассчитываются по нормативам потребления, начисление было сделано на полный месяц. И с этим мы, людям, выполнили перерасчет платы за отопление с 25 по 30 апреля включительно. У нас наступает, как обычно, летняя самая напряженная, самая тяжелая пора. У нас большие планы на проведение ремонтных работ, поэтому просьба такая не затягивать с подведением итогов отопительного сезона, с расчетами за минувший отопительный сезон и провести это в течение мая. Кстати, переплату по желанию можно оставить на своих счетах до начала следующего отопительного сезона. Как уверяют в РМПТС, деньги никуда не исчезнут, а пойдут в счет первого платежа уже этой осенью. Региональный следственный комитет заявил о завершении расследования уголовного дела об убийстве 15-летнего подростка в Рязанском районе в октябре 2021-го. Тогда история получила широкий резонанс. Убийство называли едва ли не оккультным, но рязанские следователи во всем разобрались. В 21-м году это убийство окрестили ритуальным. В СМИ попала информация, что на теле погибшего парня был якобы вырезан оккультный символ. Да и сами обвиняемые на допросе говорили, что убийство – это несчастный случай при проведении оккультного обряда, цель которого – вернуть отчима в семью. Я взяла гаечный ключ, монтажку, обмотала его тряпкой и охотничий нож. Я так думаю, нож для того, чтобы рисовать. Потому что не фломастер, но уже был чем-то нацарапать. Видимо, рисовать нож хотел. А вот я говорю, ты смотри, только не убей. Говорю, монтаж, что-то убьет. Может, что-то нет. Ну, чтобы проступить, чтобы оглушить. Я знаю, сколько время прошло, прибегает с каким-нибудь глазами, я его убью. Это кадры допроса на тот момент еще подозреваемого. Тогда общую картину только собирали из деталей мозаики. Сейчас же следователи готовы раскрыть все подробности. Так, по материалам дела, еще в браке мужчина скрытно от супруги оформил долю в праве собственности дома, где проживала семья. После развода он несколько раз возвращался, забирал предметы домашнего обихода и бытовую технику. Плюс использовал гараж для собственных нужд. Данные действия обвиняемого обострили отношения с бывшими женой и пасынком. При каждой встрече между ними стали происходить конфликты, в том числе сопряженные с обращением в правоохранительные органы. Во время конфликтов подросток пытался защищать мать от нападок бывшего отчима. В последующем, решив отомстить подростку, обвиняемый совместно со своей знакомой приехал по месту жительства несовершеннолетнего, где нанес ему множественные удары металлическим гаечным ключом и клинком ножа. Чтобы свое преступление скрыть, считают следователи, обвиняемые вывезли тело на автомобиле и спрятали в колодце у заброшенного дома в Рязанском районе. Место они засыпали землей и мусором. После избавились от всех улик. При этом обвиняемая даже надела одежду подростка. Взяла его рюкзак и прошлась под камерами наблюдения вблизи дома. Все это было сделано для имитации. Будто пропавший подросток ушел сам. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела об убийстве были установлены и другие совершенные обвиняемыми противоправные деяния. Так, мужчина самостоятельно искатывал огнестрельное нарезное однозарядное оружие, незаконно приобрел боеприпасы к нему и хранил вплоть до их обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов. Женщина незаконно распространила в социальной сети личные фотографии подруги матери убитого подростка. Сейчас следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В мае произошли два важных изменения с пенсиями. Изменились правила их доставки наличными, а летчикам и шахтерам прописали прибавку. Но это далеко не все изменения, которые ждут с 1 мая. Например, подорожает ипотека, а для газовых счетчиков начнет действовать новый стандарт. Подробности далее. С 1 мая у некоторых категорий граждан России увеличились пенсии. Прибавку теперь будут получать те, кому исполнилось 80 лет. По закону им полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысяч рублей. Писать заявление для этого не требуется, так как социальный фонд обладает всей необходимой информацией. Кроме того, до 1 мая пенсионерам должны были перечислить по 10 тысяч рублей. Это выплаты ко Дню Победы. На федеральном уровне их получают ветераны, участники Великой Отечественной и приравненные к ним категории граждан. Впрочем, многие пожилые люди, которым не положены выплаты из федерального бюджета, получат их из регионального. Сумма зависит от региона проживания. Кроме этого, с мая Почта России станет единственной организацией, которая будет доставлять пенсии и другие социальные выплаты на дом наличными. Раньше отдельных получателей обслуживали альтернативные частные компании. При желании получатели могут изменить форму перечисления социальных выплат с наличной на безналичную форму. Тогда деньги будут приходить на карту МИР. Для этого нужно подать соответствующее заявление в местный орган социальной защиты населения. Сделать это надо до конца месяца. Центробанк с 1 мая повышает надбавки коэффициентам риска по ипотечным кредитам на жилье в новостройках по договорам долевого участия. Эти изменения направлены на то, чтобы банкам было невыгодно работать с неплатежеспособными заемщиками. Кредитные организации будут реже одобрять ипотеку таким клиентам, а тем, кто одобрение все же получит, придется брать ссуду под более высокий процент. Горячее питание в школах стало обязательным. Правительство изменило с 1 мая порядок составления меню для школьников. Теперь компаниям-подрядчикам придется согласовывать его с руководством образовательных организаций. Причем делать это нужно отдельно для каждой возрастной группы детей. Дополнительно предписано согласовывать диетическое питание, если оно требуется для кого-то из учеников, а также запрещено исключать из меню горячее питание. С 15 мая начнется эксперимент по маркировке безалкогольных напитков. Под него попадут обычная вода в бутылках, минеральная вода, сладкие напитки, квас, морс, компот, овощные и фруктовые соки. По мнению парламентариев, маркировка позволит сократить количество контрафактной продукции и увеличить налоговые поступления в бюджет. Эксперимент продлится до 1 февраля следующего года. Производители, импортеры и продавцы безалкогольной продукции участвуют в нем добровольно. 28 апреля Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, который ужесточает наказание вплоть до пожизненного заключения за государственную измену. По общему правилу, они вступают в силу в течение 10 дней со дня официального опубликования. Предыдущая версия закона устанавливала ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Рязанские участники отряда юных инспекторов дорожного движения поздравили водителей с наступающим праздником – Днем Победы. Акция эта ежегодная проходит под названием «ЮИД за победу благодарит». Ученики школы номер 24 раздавали памятные наклейки. У нас проходит экологическая акция «ЮИД за победу благодарит». Здравствуйте. Ребята из отряда юных инспекторов дорожного движения, которые поздравят вас с праздником, с Днем Победы. И пожелать удачи на дороге. Спасибо. В таком проекте Соня участвует впервые. В паре с сотрудником госавтоинспекции она подходит к водителю и вручают ему небольшую памятную наклейку. На ней всего пара слов «С Днем Победы». После поздравляет с наступающим праздником. Водители реагируют по-разному. Сначала, наверное, переживают, потом радуются, что поздравляют взаимно. Акция «ЮИД за победу благодарит» ежегодная. Проводят ее накануне 9 мая. А сами мероприятия тоже разнятся. Ученики 24-й школы, например, раздают наклейки. В других учебных заведениях акция проходит иначе. Проходят различные мероприятия. Ребята «ЮИДовцы» ходят к ветеранам, к труженикам тыла. Готовят памятные открытки к этой дате 9 мая. Но вот сегодня, конечно же, в первую очередь акция проходит для водителей. «ЮИД за победу благодарит»! Для ребят акция «ЮИД за победу благодарит» – это еще один способ сказать спасибо ветеранам Великой Отечественной войны. И поблагодарить их за победу. Подобные мероприятия пройдут и в других образовательных учреждениях региона. Позеленели деревья, цветы распускаются будто на дворе не начало, а уже конец мая. Но следующий сюжет мы посвятим самым первым цветам, которые появляются обычно задолго до вступления весны в свои права. А в этом году цветут одновременно с остальными. Англичане зовут его снежной каплей, немцы – колокольчиком, а мы называем подснежником. Настоящие подснежники, как раньше считалось, похожи на свисающие вниз капли молока. Отсюда и происходит латинское название «галантус», что означает «молочно-белый цветок». Старинное предание гласит, что подснежники впервые стали воплощением надежды еще для Адама и Евы, когда они были изгнаны из райского сада. Ева думала, что холодная зима никогда не закончится, но тут появился ангел и превратил снежинки в цветущие подснежники, подарив ей надежду на приход весны и тепла. Но эти прелестные бутончики в дикой природе в нашей полосе увидеть нельзя, растут они только в садах. Потому подснежниками в средней полосе называют пролески. По одной из легенд Сцила получила свое название благодаря одной из красивой нимфы, но потом впоследствии эту нимфу превратили в злое чудовище. Но по сути дела это растение тоже символизирует приход весны, потому что как только тает снег, еще где-то на проталинках уже они появляются и зацветают. В лесах европейской части России чаще всего можно встретить два вида пролесок – сибирскую и двулисную. Почти одновременно, рано весной, в лесу появляются яркие полянки хохлаток. Это представитель флоры, распространен в умеренных регионах всего северного полушария. Цветки у него обычно синего цвета, но встречаются и розовые, и фиолетовые. Совсем не боится снега, и потому расцветает рана, пушистый прострел или сон трава. Его в рязанских лесах тоже можно встретить. Интересное растение, представитель семейства лютиковых. И это растение интересно тем, что сначала у нее появляется нежного, голубоватого, немножко даже с синеватым оттенком цветы, а затем уже после цветания у нее формируется розетка с листьями. С сон травой у разных народов связаны легенды и сказания, что и отразилось в самом названии. По народным поверьям, прострел помогает от сглаза и порчи. Если носить траву при себе, можно оградить себя от злых козней и несчастий. Между тем, срывать в лесу и нести домой букетик любых нежных первоцветов, как бы ни был велик соблазн, ученые не рекомендуют. Расстоит такая красота в воде совсем недолго, а ущерб природе будет очень весомый. Тем более, что при желании семена или клубни любых первоцветов, подснежников, примул, крокусов, можно приобрести в специальных магазинах и высадить на своем участке, воплотив самые смелые идеи превратить собственный сад в волшебный лес. Рязанский театр «Кукол» стал лауреатом всероссийского конкурса «Орликин» в специальной номинации за весомый вклад в развитие детского театра России. В этом году проект празднует свое 20-летие. Сегодня «Орликин» приравнивается к золотой маске в области театрального искусства для детей. Самое приятное, когда мама скажет про тебя ласковые слова и погладит тебя по головке. И скажет, вот ты молодец, какой ты молодец. Именно так, наверное, сегодня чувствуют себя артисты Рязанского театра «Кукол». Еще бы! Они получили государственную награду «Орликин» в номинации за весомый вклад в развитие детского театра России. 15-й – юбилейный год конкурса. Для любого театра это не просто важно, это почетно, а для нашего театра, наверное, почетнее вдвойне, потому что, получив Российскую национальную театральную премию «Орликин», наш театр обрел все существующие правительственные награды. Однако наличие всех возможных наград не значит, что театру больше не к чему стремиться. Как отмечает Константин Кириллов, самое ценное для артистов – не премии и награды, а признание зрителей. Именно ради детских улыбок и благодарности взрослых театр продолжает расти и развиваться. «В театре есть молодая, задорная, энергичная такая команда, которой, я считаю, что любое дело по плечу и которая с достоинством принесут вот это, то, что было заложено целыми поколениями двумя до этого. Я верю в это». Театральный сезон уже подходит к своему завершению, но театру «Кукол» еще есть чем удивить рязанцев. 27 мая – премьера спектакля «Лето на память» по произведению Януша Корчака. Это будут истории о любви и дружбе, где каждый найдет свою эмоцию. Полина Власова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Апрель в этом году выдался погожим, солнечным, с температурой на 3 градуса выше, чем положено по климатическим нормам. В мае, увы, все наоборот. Пессимистичный прогноз на финальный месяц весны единодушно дают разные метеоцентры. Первомайские выходные расстроили жители области резким похолоданием и дождями. В ночь на 2 мая в некоторых районах даже были заморозки. И это, считают синоптики, лишь первая волна холода. В мае их будет как минимум три. Следующие уже в ближайшие выходные с 6 по 9 мая. Опять по ночам возможны заморозки. Днем около плюс 10 градусов. А в субботу 6 мая пугают даже мокрым снегом. Первая декада мая по средней температуре окажется на 3 градуса прохладнее, чем обычно. А в отдельные дни погода не дотянет до нормы аж 6-7 градусов. И после 10 мая резкого потепления в прогнозах не предвидится. Даже к климатическим нормам погода вряд ли вернется раньше середины мая. Но по сравнению с началом месяца вторая декада все же будет более приятной. Днем плюс 15 или чуть выше. По ночам плюс 5-10, почти без дождей. В третьей декаде мая специалисты обещают третью волну холода. И лишь под занавес календарной весны. В последних числах месяца. Воздух будет прогреваться до плюс 20 градусов. А среднесуточная температура превысит плюс 15. Наступит метеорологическое лето. На этом все. Больше новостей на нашем сайте www.город62.tv и на страничках в соцсетях. Марина Романюк была с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова